Да, всем здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Карина Клубович, работаю в IT-сфере. На самом деле все началось, знакомство с Андреем Курпатовым началось с красной таблетки. На самом деле, да, эта книга, конечно, переворачивает восприятие внешнего и внутреннего мира, поэтому, не знаю, миллион сердечек, как говорится. Спасибо большое. Вот, и в итоге мой вопрос. Как вы уже сказали, Андрей Владимирович, все стремятся больше зарабатывать. Через какое-то время начинаешь чувствовать, что ты уже меряешь свои цели и достижения, успехи деньгами. То есть со временем появляется, что тебя в какой-то степени недооценивают, да, но именно по какой-то причине в денежном эквиваленте. Вот как избавиться от этого чувства сравнения и мерить себя по себе, не деньгами? Да, значит, если говорить про самооценку и финансовые составляющие. Значит, вот я получал самую маленькую зарплату в своей жизни, когда я был самым лучшим психотерапевтом. Ну, по крайней мере, из тех, до чего я способен дотянуться по профессиональным своим навыкам. Потому что я работал просто в городской психиатрической больнице, и зарплата у меня составляла 100 долларов. Значит, и вот я недавно разбирал бумаги и обнаружил свой журнал записи пациентов. И я даже это не помню, у меня там тысяча сколько-то пациентов. Вот. Ну, то есть это огромное количество. У Фрейда для сравнения было по разным данным от 8 до 12 пациентов за всю жизнь. Вот. Да, поэтому деньги вообще не являются критерием вашего профессионализма. Франкл, который оказался в концлагере и оказывал там психотерапевтическую помощь, и создал там свою логотерапию, терапию смысла, ничего не получал, похлебку получал. Ван Гог не продал ни одной картины. При этом, впрочем, как и Ротко, по сути дела, там, лишь в последние годы работал на какие-то заказы, и то это, в общем, не было для него доходным мероприятием. Вот. Поэтому думать, что деньги определяют наш профессионализм и там, и то, что мы делаем, оно, на мой взгляд, просто само по себе неверно. Хотя рынок IT перегрет, значит, в результате там, как это бестолковые люди попадают на высокие должности, зарабатывают много, а толку от них столько вредительства. Наоборот, те, кто работают и не пытаются в каких-то играх участвовать, недозарабатывают по сравнению с общим рынком. Ну, я просто, вот по-человечески хотел бы вам сказать, что надо максимально беречь просто сейчас свое душевное состояние. Вот неважно, какой повод, из-за чего вы будете расстраиваться, там, из-за того, что вас не ценят, или из-за того, что вы меньше... Любое расстройство сейчас для вас – это предательство в отношении самой себя. Вам сейчас себя предавать нельзя ни в коем случае. Вы выбрали сложный путь, это большие перед вами стоят задачи. Берегите себя. Просто вот душевное состояние. А в отношении дела просто делайте что-то, во что вы сами верите. Я все время говорю, что деньги приходят за делом. И в этом смысле я небольшой любитель зарплат. Я сам их, собственно... Те, которые я получал, я вам озвучил. Это так себе было развлетение. Поэтому, мне кажется, важно сейчас просто беречь себя максимально от психологических раздражителей. А они у нас в голове. То есть вы такой... Если мне мало платят, я плохо себя буду чувствовать, потому что моя самооценка снизится. Это все пьеса в вашей голове. Ван Гог, я вам сразу говорю. Ван Гог. Он не мог себя определять через сцену своей работы. Но то, что вам нужно, это сейчас нужно себя просто беречь, защищать, быть очень прагматичными, очень такими боевитыми, отвоевывать куски просто жизни для себя, чтобы ни в коем случае... Чтобы все силы шли сейчас на то, чтобы вы могли максимально... с минимальными потерями психологическими добиваться формирования ясности, перспективы, потенциала какого-то. Ну и помните просто, что когда что-то важное делаешь, что в целом деньги тебя догоняют. Вот такой план. Спасибо большое за вопрос. Спасибо большое. Спасибо большое.